МОНИТОРИНГ По счастью, сейчас этим занимается ОБСЕ, и тот же самый человек будет заниматься выборами. Когда мы говорили об оппозиции, о необходимости оппозиции, пока что нет никакого механизма в Европе, которые бы помогали силам реформирования России. Ничего для этого у нас нет. Здесь мы должны быть гораздо более активными. Потому что эта страна, где проживает 140 миллионов человек, отчаянно нуждается в помощи. Отчаянно и наша задача, наша обязанность как соседей им помочь. Поэтому хейсинский процесс очень важен. Мы должны справиться с этим вызовом. Люди все время кричат, они хотят создать лучшее будущее. Но это неправда. Будущее никого не интересует. А вот прошлое полно жизни. Оно все время говорит с нами. Почему люди хотят быть хозяевами будущего? Просто для того, чтобы изменить прошлое. Вот это такой пессимистичный подход. И мы не должны этот пессимистический подход принимать. Мы не должны пытаться изменить прошлое. Мы должны думать все-таки о будущем. Нам необходим какой-то механизм, который мог бы также действовать и на территории, например, России. Я совершенно убежден в том, что наши коллеги из России могут это принять. Потому что здесь никакого нет вмешательства в внутренние дела. Речь идет просто о балансе, о равновесии. И мы знаем, что мы помогли оппозиционным силам в Сербии и сказали, что эти люди получили финансовую помощь от Брюсселя. Они сказали, да, мы это получили, но мы разделяем ваши общие ценности в области прав человека. Продолжение следует...